Всем привет! Сегодня со мной в студии Дэви. Привет, Дэви! Привет всем! Хотим показать вам второй бой между FLTK и PocoPax. Играет PocoPax у нас за Ломбардию, за Вествали играет FLTK. Состав FLTK по сравнению с прошлым боем маленько изменился. У него вместо трех лучников два лучника. Войны со скромосаксами также по центру в количестве двух. Трех, вернее, отряд копьеносов и отряд копьеносов более бомжовых. Да, я так понимаю, взял он отряда, чем остальные. По флангам это те же самые ветераны-копейщики в количестве двух. Ну и восемь застрельных кавалерий. Понятно, здесь идет перемешка у нас конные разведчики с саксонской кавой и генерал-хранитель очага. Что по составу ломбардов? Попробегайся ты! Хорошо. И сейчас мы видим ударку. Опять мощные фланги. По два, видите, ломбардских пикинера. По два топора. Один копейщик. И взял Стрелков в этот раз, взял Лучников. Ну и набрал он, я смотрю, конницы Гастальда. Но основное отличие он взял вместо простых лошадок пикинеров и Гастальцев. Вообще гораздо больше конницы в этот раз. Да, кавы больше, но при этом... Еще и два лука есть. Да, есть луки, топоры... Чистый раш. Да, тут топоров в два раза меньше. Ну не знаю, насколько как бы кого Гастальцев везет. Очень страх, потому что топоры-то сыграли неплохо. Да, совершенно зря, я так думаю. Ну что ж, поехали. А, еще заметить, он не взял Гастальцев, он взял этих с глубинами. Да, ломбардские его эти новобранцы здесь стоят. Я думаю, за счет этого... Здесь с глубинами. Совершенно верно. Ну и за счет этого взята была более мощная кава. Да. Ну я не знаю, Гастальцами кого он здесь собрался. Воинов со скромосаксами лупить. Ну как раз Гастальцы-то копья-то ему лупились. Да, да, да. Потому что на самом деле у копья же это отражение натиска есть. То есть, допустим, ударка сольется на копьях. А рыцари, они же просто за счет массы проламывают. Они массы стоят. По-моему, они даже тяжелые копья могут снести. Ну, хотя бы не снести, но очень сильно. Ну и средний шанс защиты от стрелков у конницы Гастальда тоже, в общем-то... Да, да, им гораздо более лучше ощущено от этих вот застрелок. Да. Ну что, поехали. Поехали. Ну, сближаются соперники. Ну, вот она ямка, посмотри. Вот где лесочек, вот лес. Вот этот вот. И здесь получается, как бы, ну, овражек, не овражек, но типа того. Видишь? Оно настолько мелкое. Да, оно очень мелкое, но тем не менее он есть. Это как ты кельтами нашел все-таки-то этот пуп там, чтобы забрать за него. На все карты единственные возвышенности. Да, да, единственное, что там было, конечно, ну... Мне понравился, я сказал, если ты видел, что все-таки Рим, восточный патронус, он играл... Ну, на равнине он играл. Смотри, там Луки уже потеряно. Да, уже Луки тут успевает ФЛТК под шумок с аксонской кавой чаржить Луки. И очень удачно вообще это происходит у него. Но теперь при этом теряет он, конечно, 13, потеряно. Не знаю, насколько это было. Ну, зато Лука больше нету практически. И второй отряд, но не успевает он здесь. Его подбегают здесь копейщики, но успевает отстреляться, как он этот разведчик. Ну, конечно, это слабо. И тут же в спину он начинает выхватывать. Но, тем не менее, теряет он не столько, сколько на противоположном фланге. Ну, и по-прежнему своей с аксонской кавой здесь. Выруливает в тылах на флангах Покопакса и ФЛТК. И вот снова отходит он к красной линии. Отдает он инициативу. Предлагает он атаковать его. И опять вот этот вот левый фланг Покопакса. Опять он идет. Идет и достаточно уверенно идет. Ну, и в этот раз, посмотри, не стал он ждать, да, Покопакса. Идет он в центр первым. Ну, не знаю, насколько оправданного. Вообще, что у нас? У нас новобранцы в стене щитов идут. И упорно они идут на стену копий и копьеносцев. Ветераны копий там чисто от кавалерии прикрытия страна саксов. Да, ветераны копейщики у нас не стоят здесь в стене щитов. И своим вот правым флангом-то он уже достаточно близко здесь приблизился. И посмотри, отводит ветеранов копейщиков. Ну, правильно, против такой массы здесь два топорника, да, копейщики здесь. Здесь еще эти пикинеры, которые чего-то могут протяжить. Вот здорово, как он хоть и зацепился, но тянет и тянет и тянет он ломбардских пикинеров. О, ну, видишь, в тылах орудует этим разведчиками. Да, разведчики. Волков сейчас отстреливают рицеры Кастальда, которые погнались. Которые совершенно напрасно погнались. Совершенно напрасно. Вот они как раз нужны сейчас здесь. Вы знаете, психологически очень тяжело, когда тебе эти застрелы и назят, и назят. Да, да, что есть, что есть. И здесь вот и на правом-то фланге тоже стреляют и стреляют они. И вот сейчас только ломбардских пикинеров он сдвигает. Да, скорость 90 ломбардских пикинеров, помню. И чардж на чардж здесь Кава сходится. Ну-ка, посмотрим. Это, конечно, проиграют эти саксонцы. Да, посмотрим сейчас. 56. Да, и тем более еще Луки здесь обстреливают слегка, так сказать. Ну, а Гастальцы догнали, посмотри. Не ноги, если, видать, просто забыл он про эту саксонскую Каву. И Гастальцы догнали здесь один из отрядов. Да, только Гастальцы сейчас проиграют. Почему? Потому что нет бонуса против Кавы. Против Кавы нету, нету, нету. Саксонская Крест-20 бонусов. Они проиграют только за счет того, что пришли вторые конные разведчики и прочарджили их. Вот тут, я думаю, они, конечно, ссалятся. Ну, а тем временем на левом фланге здесь вообще заруба происходит. И на одном, и на втором. Опять ФЛТК здесь Луки выбивает. Что, ломбардские пикинеры в итоге убежали? Ну, интересно так. И центр. И вот для чего нужны Гастальцы. Вот они, чаржи. Сейчас они... Да, если с Крамосаксов... Да, да, мгновенно. Ну, не то, что мгновенно, но очень быстро проседают с Крамосаксов. Вот для чего они нужны. На своем левом фланге удается по Копаксу зарулить ситуацию. Но, тем не менее, вот эти вот ветераны-копейщики, они здесь, я думаю, нервы помотают. И Гастальцам, и Копейщикам, да, и Топорникам. И очень здорово выводит он своего генерала. Посмотри, как в тылы уже, в принципе, можно атаковать. Да и Гастальца вторых выводит. И ломбардских пикинеров, как классно он протаскивает. Но проседает у него правый фланг. Ну, по Копакса здесь хранители очага. И два ветерана-копейщика разбирают вообще все, что тут было. Ну, сценарий прошлой игры. Один франк выигрывается ФЛТК, другой выигрывается по Копаксу. За счет того, что, ну, пока Копакс перегружает один фланг своего генерала, посылает. А ФЛТК своего генерала на другой фланг. Да, и вот еще один Чарлак по конным разведчикам, но здесь ломбардскими пикинерами. Но здесь бегут ему на помощь копейщики-новобранцы. И опять-таки сохраняются луки, посмотри. Два лука он взял в этот раз, и они сохранены. Но вот все-таки ломбардскими пикинерами чаржит он здесь неплохо. Но конные разведчики, на удивление, они вообще не умирают. Конница Гастальда уже убежали, и просто-напросто... Ну, все, еще минус одна кава. Что-то не вижу, конные разведчики-то где остались. А вот здесь по центру, недалеко от лесочка, они... И снова он бежит своими ломбардскими пикинерами вот сюда. Да, но если бы пригрел он вот этими своими тремя отрядами по хопакс, вот этих скромосаксов, да, и убегающих конных разведчиков, возможно, тут бы что-то было бы и по-другому в этом бою. А сейчас я вот просто-напросто не вижу шансов здесь уже для ломбардов. Да, вот для чего нужны вот эти вот пикинеры-то ломбардские. Почему не чаржит он скромосаксов-то? Да, вот сейчас. Он быстро все уничтожит их. Тут можно схлопнуть вообще очень здорово. Вот сейчас я говорю. Да, и не торопится, он нагло так себя ведет, видит, что некому здесь помешать. Ох, какой замес. Да, ну здесь, конечно, скромосаксом не светит. Ну, а на левом фланге опять-таки, ну, зарулил по хопаксу. Ну, посмотри, какой ценой. Там была куча юнитов. Там, ну, если фланги мы считали, порядка шести отрядов было. Да, да, сколько он сюда еще конницы бросал. Гастальдов, тех же генерал. Здесь у него на его левом фланге рулил. А по итогу остался тут ломбардские топорники 7-7. Эти унылые копейщики 43, и то уже мигают. Ну, и все, гастальцев вот 52, да. Генерала сколько здесь? 37 пикинеров 55. Кого этими пикинерами здесь убивать? Ну, если только тянуться до лучников-новобранцев, и еще как бы, я бы еще понял. Но копейщики здесь, понятно, их сейчас отстрелят одних, и зажмут сейчас вот этих вот других, которые бегут там. О, посмотри, из небытия какого-то вернулись чекенеры ломбардские 24. А, мигающие. Да, причем мигающие, они с самого угла вернулись, видать, решили, не надо, наверное, это, поработать еще немного. Давай, наверное, ускоримся на вторую скорость. Давай на вторую. Поскольку здесь уже, ну, как бы, 3 минуты, и это, я так понимаю, опять будет расстрел. Хотя... Ну, сами так же, как в прошлой игре получились. Сохранились лучники, сохранилась пара копейщиков, которые защитят эти олимпиады от кавалерии. Да, да, причем пара копейщиков 66, да, и 45, и это ветераны-копейщики, это они какие-то там... И посмотри, как он решил не трогать, да, этих копейщиков, и частично пытается он этим огрызком что-то придумать, заманить как-то, наверное, или еще что-то. Ну, и сбивается тут в кучу уже Вестфаля. И проходит чарж такой, замечательный чарж какой, на скромосаксов этими гастальцами. Один в спину, посмотри, эти ломбарские пикинеры, но они тоже в спину тут же выхватывают от конных разведчиков. Он там генералу попало. Да, 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 он под обилкой, конечно, но смотри, как он здоров, у ветеранов-копейщиков на генерала. Наверное, вот это решающий момент боя. Все-таки. То есть сейчас он вырежет генерала. Нет, вылазит генерал, посмотри-ка, какой шустрый генерал. Ну, пока вообще молодец. Еще и на лучников здесь. Ты как перебиваешь. Да, но цел здесь генерал, конечно, Вестфалии. И тут скромосаксы опять откуда-то выныривают. Говорит, вот ребята-то, слушая, да, убит полководец. И ломбарды бегут, несмотря на то, что они послепатчевые ребята. Рыцарь и гастальцы остались высокоморально. Да, то есть только те, кто... Ну и что тут? Ну, топоры. Ну, видишь, мало их топоров было. Тут если средний-то раскидать на них, то мал-мал еще неплохо получится. Ну, рыцарь и гастальцы опять-таки два. Ну, при таком составе, который, я считаю, упокосил... Ну, один слив же этим, который гонялся за хашками. Да, 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 бегался он там, бедолага. Бродин бегал. Там где бегал один пикинер, один рыцарь и гастальцы, до него послелись. А где-то не бегали, но убили хорошо и пикинеры, и рыцарь и гастальцы. То есть, по-моему, мне больше понравилось в этой игре. А вот топоров как-то явно не хватало, наверное, потому что... Зачем он про лучников? Вообще непонятно. Они не сыграли и сразу же ликвидировали. Может быть, он рассчитывал, что опять-таки концовка боя, да, и в Эншпиле их уже использовать, потому что тот бой-то, в общем-то, за счет луков Вестфалия выигрывал. Да, этого нужно сохранить, конечно. Да, да, но почему-то... Когда у тебя бегают эти хашки в тылах постоянно... Сохранить луки очень сложно. Значит, тогда надо было цель ставить, сохранить. У него же был чистый раш. Ну, опять-таки, вот этот раш с этими дубинчиками, ну, как-то... Да, дубинчики тоже не совсем рашевые. Но при этом, обрати внимание, они сыграли и сыграли очень хорошо. Под 90-х... Да, кстати, они эти порубили... Кромосаксы вначале, а тогда вот копия-то слились... Копия, да, точно. Вот эти два копейщика, да, они попали. Да-да-да. Ну, и опять-таки... Мы с Кромосаксами сражались. Все, то есть... И смотри, где с Кромосаксами в этом бою хуже сыграли, чем прошло. Ну, а просто нету юнита, который бы нарубил за сотню, да, скажем так. Но, тем не менее... Да, да, держали, они свою задачу выполнили, и как бы все на этом. Им больше и не требовалось ничего. Ну, а фунтики, он опять лучники очень хорошо зарешали. А вообще, и вот эти мужики без шапки, короче, они тоже опять... Посмотри, набили. Это, наверное, те же самые были. Они... Да, поднаторели уже. Ну, я думаю, в следующем бою им выдадут уже шапки. Ну что, спасибо всем за внимание. Всем пока. Пока.